МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. 57 погибших, более 300 пострадавших в Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших во время пожара в здании ГУВД 10 февраля 1999 года. В Самаре продолжается строительство новой станции метро Театральное. На каком этапе сейчас находятся работы, с подрядчиками обсудил первый замглавы города Владимир Василенко. Вещи, письма и поздравления с грядущим днем защитника Отечества. Очередной конвой с гуманитарной помощью от жителей Самары готовится к отправке в зону спецоперации. Под опекой зоозащитников, как в Самаре помогают животным, хозяева которых отправились в зону СВО. В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей в страшном пожаре, который произошел в областном ГУВД 10 февраля 1999 года. Цветы к вечному огню и мемориальному комплексу возложили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, члены регионального правительства, начальник главного управления МВД России по Самарской области Игорь Иванов, а также родственники и друзья погибших. О дне которой перевернуло историю областного центра и тех, кому не удалось спастись, репортаж Ольги Павловой. Тут роковой день, когда в огне погибли практически все его коллеги, ветеран МВД Сергей Огнев вспоминает со слезами на глазах. Он и сам тогда еле выбрался, спасло расположение кабинета, на втором этаже недалеко от запасного выхода. Едкий смог, тогда еще начальник хозяйственного управления, почувствовал в 17.45. Выбежав в коридор, понял, что здание заволокло дымом, среагировал тут же, закрыв лицо курткой, на ощупь пробирался к выходу. И выводил коллег, которые, задыхаясь, звали на помощь. 10 февраля 1999 года навсегда осталось в его памяти. Долго снили, значит, огонь. Люди стояли в проемах, в оконных проемах, и кричали «помогите, помогите». Начали прыгать. Это мне очень долго снилось, даже когда я лежал в ожоговом отделении в больнице Пирогова. Потом, значит, был на лечении в санатории Мечкало тоже. Это было... И сейчас до сих пор приходят такие же моменты. В уголовном розыске в здании бывшего обл. ГУВД тогда работал и Андрей Карханин. Рассказывает, с коллективом регулярно проводились учения по противопожарной подготовке. Но все произошло настолько неожиданно, что люди не успели среагировать. Одни погибли от дыма, другие разбились, выпрыгивая из окон. Люди просто-напросто были заперты огнем. Дымом, вернее, уже просто многие не могли выйти. В результате зависит. Очень печально. Вечером 10 февраля 1999 года в здании ГУВД находилось много сотрудников. Возгорание началось в 17.30. Пожар обнаружили, но оповещение людей не произвели. Сообщение о возгорании на пуль дежурного пожарной охраны поступило лишь в 17 часов 52 минуты. К тому времени по деревянным перекрытиям огонь уже распространялся с огромной скоростью. Люди, оставшиеся в здании, теряли сознание и умирали от отравления угарным газом. Особенно тяжело пришлось экспертно-криминалистическому отделу ГУВД, находившемуся на самом верхнем, пятом этаже. Практически все сотрудники отдела разбились, выпрыгивая из окон. К мемориальному комплексу, который построили на месте сгоревшего здания областного ГУВД, сегодня возложили цветы. В церемонии приняли участие первые лица региона и города, члены областного правительства, родственники и друзья погибших при исполнении служебных обязанностей. Некоторых из них я знал лично. Погиб здесь и сотрудник, который был мужем моей одноклассницы. И, конечно, этот день не случайно стал днем памяти всех погибших при исполнении. Вечная память о них навсегда останется в наших сердцах. Эта трагедия подресла все уголки России. Во всех милицейских коллективах был организован сбор денежных средств. Память об этих событиях остается в наших сердцах. Борьба с пожаром длилась более суток. Специально для его тушения была проложена магистраль, по которой осуществлялся забор воды из Волги. Из огня спаслись более 200 человек. Многие из них находились в критическом состоянии. Когда пожар был локализован и потушен, в здании обнаружили тела еще 50 погибших. Сейчас их имена увековечны на стене мемориального комплекса. В 2014 году в регионе появилась памятная дата. Каждый год 10 февраля вспоминают о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей. Здесь, на Куйбышево 42, у мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. После церемонии возложения в храме-часовне святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Трагедии, навсегда перевернувшей историю областного центра, жизни коллег и родственников погибших. По официальной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Закончить переустройство трамвайной линии на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской планируют 25 февраля. Об этом рассказали на еженедельном совещании по метрострою в мэрии Самары. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Кроме того, стали известны новые подробности со стройплощадок станции Театральной. Всю картину событий увидел Михаил Ермоленко. В исторической части города, рядом со стройплощадкой станции Театральной, в районе пересечения улиц Красноармейской и Галактионовской, рабочие готовятся к переустройству трамвайных путей. Попутно здесь же специалисты достраивают камеру водовода. Коммуникации пришлось перенести, потому что ранее они находились на территории будущего станционного комплекса. Для перекладки трамвайной линии профильные службы готовят дорожное полотно. Часть материалов, шпалы, уже подвезли к стройплощадке. Осталось доставить рельсы. Их должны изогнуть под определенный радиус. Справились с этой задачей практически на 100%. Заканчивают изготовление радиусов. В ближайшие дни приступят к разработке корыта. Старые рельсы будут демонтировать, насыпать балластный слой для укладки рельс-спальной решетки, монтажа рельс в будущем. До 25-го числа работа по переустройству временной трамвайной линии будет завершена. Сейчас специалисты готовят участок. Рядом выставили знаки, наносят временную дорожную разметку. Автодорогу в направлении из города в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской готовят к сужению. По переустройству, будем говорить, трамвайном пути, на сегодняшний день будет ограничение по одной полосе только. Все остальное будет работать штатно. Минимизировать неудобства для жителей – одна из важных задач. Поэтому в период работ транспортное сообщение сохранится. А после укладки новых трамвайных путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск электротранспорта. Пока трамвай не будет ходить Красноармейская и Галактионовская, никакого закрытия перекрестка не будет. Прежде чем закрыть перекресток для продолжения строительства новой станции, от заказчика должна прийти оформленная надлежащим образом заявка. Пока что она в мэрию не поступала. До совещания также рассказали о ситуации на стройплощадках метро. В историческом центре города стартовый котлован готов, и в скором времени внутри строители соберут конструкцию под тоннелепроходческий комплекс. Сейчас монтируют опорную раму. А на пересечении улиц Новосадовой и Полевой рабочие устраивают ограждающие элементы котлована – сваи. Планируется, что до 20 февраля часть из них будет готова. Когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию «Театральная», подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. И к этим положительным изменениям готовятся. В этом году предприятие «Самарский метрополитен» продолжит капитальный ремонт подвижного состава, чтобы вагоны были обновлены к концу 2024 года. Сейчас уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлен еще на 15 лет. Михаил Ерморенко, Максим Гусев, События. В Самарской области три объекта культурного наследия взяли под охрану. Это памятник Дзержинскому, расположенный на площади имени Дзержинского. Дом личного почетного гражданина города Самары Жоголева на улице Куйбышева, а также дом, в котором помещалось в 1906-1912 годах правление потреб общества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции, расположенной по адресу Маяковского, 42. Также под защитой государства теперь будет парадный лестничный подъем в сквере на площади Дзержинского, площадка из красногранитных плит и постамент. Очередной груз с гуманитарной помощью от жителей Самары отправился в зону проведения СВО. Кроме необходимых вещей, в каждую посылку положили письма с поздравлениями с грядущим Днем Защитника Отечества. Их написали школьники. Подробности у Сергея Кизоркина. Армейский КАМАЗ готовится в командировку в зону специальной военной операции. На этот раз гуманитарный груз собирали всем миром. Девять районов Самары сформировали свои посылки, начиная от продуктов и вещей, заканчивая лекарствами, спецснаряжением и печками-буржуйками. В каждой посылке православные иконы, мусульманские тексты и письма. Письма написали самарские школьники. И посвящены они 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Они, конечно, обращаются не к конкретному Ивану Ивановичу, Семену Семеновичу. Там одно звание российский солдат, солдат-свободитель. Дорого стоит. Письмо такое, которое сделано в таком художественном промысле. И зачитаю, что дорогой солдат. И понимаю, как тебе сложно на войне. И даю тебе этот подарок. Помочь Защитникам Отечества может любой желающий житель Самары. Например, в Самарском районе налажена система добровольчества. Одни приносят вещи и продукты, другие шьют снаряжение и обмундирование. Все это аккумулируется в одном месте через управляющих микрорайонами. Мы хотим действительно отправить этот груз, чтобы этот груз дошел до места и достался нашим ребятам. Хочу сказать, что все жители их ждут домой живыми и здоровыми. Все их любят и ими гордятся. Помогают Защитникам Отечества в тылу и студенты-волонтеры. Деканат говорит, что ребята, нужно помочь. И мы, как добровольцы, вызываемся и, собственно говоря, приходим и оказываем помощь, которую можем, то есть в виде того, чтобы разгрузить, что-то помочь. Каждый выполняет свою работу либо в тылу, либо на передовой. И каждый значим. Сегодня в зону СВО отправили порядка 700 посылок. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Мы в ответе за тех, кого приручили, а что делать с теми, кто так и остался без друга и крыши над головой. В Самаре обсудили проблему безнадзорных животных. Совещание прошло в Думе городского округа Самара. Как сейчас проводится работа с бродячими собаками и насколько она эффективна в нашем сюжете. Как научиться жить в мире и согласии с безнадзорными животными. Итоги работы с бродячими собаками за прошлый год подвели на совещание в Думе городского округа Самара. С 2020 года в городе работает программа, которая помогает регулировать численность бродячих собак. Их вылавливают, стерилизуют, прививают. И если они не проявляют агрессии, отпускают. Но бывают ситуации, когда животные остаются в приюте. И тогда им пытаются найти семью. Регулирование численности на территории городского округа Самара происходит в части исполнения закона, исполнения контрактов, направленных на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск таких животных. Но, тем не менее, есть такие случаи, когда есть немотивированная агрессия у животных. Выявляются, такие животные сразу отлавливаются и пожизненно помещаются на содержание в приюты. В первый год работы программы было выловлено и обработано 2375 собак, а в 22-м почти в два раза больше. Результат работы с бродячими животными уже заметен. Численность безнадзорных собак в Самаре постепенно сокращается. Городские власти находятся в тесном взаимодействии с жителями и реагируют на тревожные сигналы, если они поступают. Отрабатывают адреса, которые требуют повышенного внимания. Если оказавшиеся в приюте животные не агрессивны, его пристраивают в семью. Для этого в городе дважды в год проходят выставки. Сегодня эффективные способы увидели, какие выставки, которые проводятся весенне-осенние, где клубы, организации, которые содержат, занимаются животными, приведя их в надлежащее состояние. То есть они все здоровенькие, как говорится, упитанные, причастанные. Мы это чистые, предлагают новому хозяину. И это работает. Инна Тарасенко с животными работает 7 лет. Она ветеринарный врач и руководитель ветеринарного центра для четвероногих. Говорит, ни одно животное не проявляет агрессию без причины. Важно научить детей правильному обращению с собаками. Для этого нужны образовательные программы. И, безусловно, образовательная программа в отношении детей. Как младшего дошкольного возраста, так и школьного возраста. И при общениях к волонтерской деятельности. Потому что горожан все равно в первую очередь беспокоят. Это фокусы детей. И важно объяснить, как себя правильно вести с животными. Что делать, если вдруг возникла какая-то напряженная ситуация. Животные, их психология, она вполне объяснима. Просто нужно в ней разобраться. Одна из возможностей познакомиться с животными поближе, узнать их повадки и, может быть, взять одну из них домой – многокилометровые прогулки, которые устраивают сотрудники приютов совместно с волонтерами и всеми желающими. И такие встречи детей и животных должны быть как можно чаще. Сам РГИС тоже помогает бродячим четвероногим обрести крышу над головой. На телеканале запущен совместный проект с «Флагман Вет» – «Зоопатруль». И уже несколько лет выходит программа о животных «Хочу домой». В ней размещаются карточки животных из приютов. Зрителям рассказывают о конкретных собаках и кошках, особенностях их характера. Там можно присмотреть себе будущего друга. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. В Самарский ветеринарный центр «Флагман Вет» стали поступать особые питомцы. Их хозяева находятся в зоне СВО, а их родственники по самым разным обстоятельствам пока не могут забрать животных к себе домой. С одним таким четвероногим другом познакомилась наша съемочная группа. Лимош, давай лапа. Стой, стой, стой. Лапа. Пойдем гулять еще раз. Елена Уварова – единственный сотрудник ветеринарной клиники, с кем соглашается гулять пес по кличке Лимон. Собака 10 лет прожила в семье, но теперь находится под присмотром медперсонала. Ее хозяин сейчас находится в зоне СВО. От тоски Лимон отказался от еды и воды. Серьезным псом родственники у владельца справиться не смогли и обратились в ветклинику за помощью. Люди просто обратились в безвыходные ситуации, потому что такую серьезную собаку никому не оставишь. Никто из родственников, к сожалению, не смог справиться с такой собакой, потому что у них самих есть там у мамы, своей собачки дома. Пес очень серьезный, они нас предупредили, что фактически он может укусить человека, он не доверяет чужим людям, он знает только своего хозяина, признает только его. Помимо внимания и ласки хозяина, Лимону срочно требовалась медицинская помощь, но он наотрез отказывался подпускать к себе сотрудников клиники. Фактически он отказался от еды, от воды. Он на стрессе, видимо, у него была подстилка, которую он там в будке, видимо, раздирал, разгрыз и произошел заворот кишок. Весь этот синтепон у него забился внутри. Два раза мы пытались свозить его в клинику, он нам никак не отдавался. Мы вызвали целую там группу ребят, которые вдвоем с двух сторон держали собаку, только для того, чтобы с расстояния можно было ее уколоть. После обследования Лимона прооперировали. Сейчас он чувствует себя хорошо, но признает только одну сотрудницу клиники – Елену Уварову. Когда приходила на работу, я решила покупать колбасу, потому что он был очень тяжелый по характеру. Он поступил даже когда с хозяевами, он был в наморднике. То есть даже там при хозяевах он не давался погладить. Ну, видимо, защищал хозяев. Ну, так как ночью, скажем так, народу у нас мало, и к нему страшновато подходить. Ну, решил через колбаску. И вот смеялись. Музык продался за колбаску. Неделя у меня ушла на это. Спустя некоторое время Лимон позволил Елене надевать на себя намордник. Мать хозяина пса купила ему комбинезон для прогулок. Теперь девушка каждый день выгуливает собаку. Он сначала рычит, предупреждает то, что не надо, мне это не нравится. Как мы смеемся, делает холостой выстрел. То есть именно что вот прямо же лаем, показывает то, что вы перегнули, перешли черту. Но не кидается. То есть как минимум два предупреждения ты получишь, прежде чем он... Ну, у нас инцидентов не было, чтобы он кинулся. Мы его не провоцируем. По словам сотрудников ветклиники, с началом спецоперации некоторые семьи бойцов вынуждены отдавать животных под опеку зоозащитников. Лимон весной может вернуться домой, где будет жить в вольере. На сегодняшний день в ветеринарном центре живут более 10 животных, чьи хозяева находятся в зоне СВО. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как заявили представители регулятора, текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Хотя люди по-прежнему проявляют осторожность, появляются признаки восстановления потребительской активности. Однако ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают риски. По прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит от 5 до 7% в этом году и вернется к 4% в следующем году. Напомним, ключевая ставка сохраняется на уровне 7,5% с сентября прошлого года. Выше всего она была год назад, в конце февраля 2022 года. Банк России поднял ставку с 9,5% сразу до 20%, затем началось постепенное снижение. А теперь коротко о других темах дня. В Госдуме предлагают использовать средства материнского капитала для покупки автомобиля. Согласно инициативе, автомобиль должен быть новым и произведенным на территории России. Также, согласно документу, купленная с использованием мат-капитала машина должна оформляться в собственность матери или детей. При этом автомобиль не подлежит продаже либо отчуждению иным способом в течение трех лет с момента его регистрации. Девелоперы начали строить на 30% больше новостроек в России. В январе 2023 года они запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью почти 3,5 миллиона квадратных метров. Такие показатели сохраняются шестой месяц подряд. На 1 февраля в стадии строительства находилось почти 97,5 миллионов квадратных метров. По информации экспертов, почти треть запусков с начала года пришлась на два крупнейших по объему текущего строительства региона – Москву и Краснодарский край. В Самарской области возле села Домашко Кинельского района произошло серьезное ДТП. Снегоуборочный бульдозер столкнулся с сгруженной фурой. Машины полностью сгорели. Оба водителя погибли. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Проверку проводит прокуратура. Росстат сообщил о подорожании овощей. Огурцы с начала года выросли в цене на 53%. В лидеры подорожания также вошли помидоры, которые с начала января стали дороже на 30%. В плодоовощном союзе такой резкий скачок цен объясняют сезонностью и повышением стоимости электроэнергии. Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления. К таким выводам пришли специалисты одного из популярных сотовых операторов. Заметный прирост в этом году показали курорты. Так, в Большой Вудьявр в Мурманской области в период новогодних каникул приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Также возрос интерес к курортам Камчатского края и Южно-Сахалинска. Самарцы в этом году отдавали предпочтение своим склонам на Красной Гленке, а чаще всего выезжали на Красную Поляну в Сочи, в Банное и Абзаково в Башкирии. Грамотная консультация по любой теме в одном из самарских офисов обслуживания компании «Энергосбыт плюс» прошел День клиента. Подробности в следующем материале. Уточнить свое начисление за полученное тепло, узнать о дистанционных сервисах, закрыть вопрос с перерасчетом. Эти и многие другие вопросы можно оперативно решить в офисах обслуживания клиентов компании «Энергосбыт плюс». Причем раз в месяц в рамках акции «День клиента» место рядового сотрудника занимает руководитель. Каждый посетитель может напрямую задать вопрос и получить подробную консультацию из первых уст. Сегодняшний день клиента направлен на информирование клиентов наших. В связи с тем, что у нас вышла квитанция за январь, это касается прежде всего жителей квартирных домов. В платежном документе за январь для них два фактора было. Это повышение тарифа на жилищно-коммунальные услуги и увеличение отпуска тепла. Жительница Самары Зинаида Александровна Хапина периодически заходит в офис обслуживания и всегда оперативно решает свой вопрос. В прошлый раз меня очень хорошо приняли. Девочки все очень терпеливые, хорошо обслуживают, объясняют все. Энергокомпания напоминает, если у вас возникли вопросы по начислению за тепло, обращайтесь по любому из доступных онлайн-сервисов. Узнать их перечень можно на сайте samara.splus.ru Александра Гусева, Григорий Плешаков, События. За последние пять лет число онлайн-покупателей в России выросло почти вдвое. Сейчас в интернете не реже двух раз в год покупают примерно 60% городских жителей в возрасте от 16 до 55 лет. Почти 85% из них делают заказы минимум раз в месяц, около 30% раз в неделю. Главные причины покупать онлайн для россиян – возможность сравнить цены, сэкономить силы, которые потребовались бы на поездку в магазин, а также сделать покупку в любое время и из любого места. Самая популярная категория товаров – одежда и обувь для взрослых, средства личной гигиены и продукты питания. Самый распространенный способ получения заказа – самовывоз из магазина, пункта выдачи или постамата. Так получили свою последнюю покупку 76% респондентов, сообщает пресс-служба Яндекс.Маркета. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре 11 февраля, в день проведения всероссийской массовой гонки «Лыжня России», работа общественного транспорта будет усилена. Организуют дополнительный автобусный маршрут номер 50У. Барбошина Поляна, Красная Глинка, улица Батайская. Автобусы проследуют с заездом к повороту на спортивную базу «Чайка» и будут работать с предоставлением всех видов льгот, действующих на территории города. Начало движения от остановки Барбошина Поляна в 7.50. Последнее отправление в 16.52. От улицы Батайской автобус пойдет в 8.31. Последнее отправление в 16.14. Также в субботу с 5 утра до 16 часов будет ограничено движение транспорта по Красногринскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лозо и по автомобильной дороге на кладбище Лесное, на участке от Красногринского шоссе до поворота на кладбище. Телеграм-канал администрации Железнодорожного района призывает подписчиков защититься от гриппа. Это острая вирусная инфекция, которая часто начинается внезапно, с высокой температуры, болей в мышцах, иногда сухого кашля. Вакцинация против гриппа является основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Прививку следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok